День учителя географии 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 А глобальной экономики одним из феноменов и игроков в этом поле стали ТНК. Роль транснациональных корпораций сегодня колоссальная. Я рассказывал как раз и о ведущих ТНК, и вообще о развитии их как структур мировой экономики, имеющие грандиозные сети производственных и структурных подразделений по всему миру. И как они участвуют, и что они дают с плюсами и минусами странам, где находятся их резиденции, странам принимающим. То есть, что это за феномен, что они дают разным типам стран. А главное то, что сегодня школьники все-таки это должны знать. Потому что, если они не будут знать, они будут приходить в магазин и по тому уровню не понимать, что такое Нестлия, что такое Данон, откуда, чего. А с другой стороны, это очень благодатная почва. Почва, скажем, школьников зайти в любой магазин и изучать географию. В Ашан, в Мерлен, купить Кока-Колу, увидеть на улице, что оказывается, нравится или не нравится, но 80% автомобилей это иномарки. А это значит, по определению, это продукция транснациональных компаний, потому что в мире автомобильных национальных компаний единицы. Они маломощные. А наши российские транснациональные компании? У нас очень мало, к сожалению. Да, к сожалению, но во всяком случае, это список, я давал там тоже слайд, со списком, ну, теоретически к этому относится Газпром уже, потому что он имеет подразделения производственные в других странах, безусловно. Но и вот наши крупные, в основном сырьевые компании, они, в общем-то, переходят в разряд транснациональных. Но, конечно, Россия все-таки преимущественно принимающая страна. У нас свои... А перспективы этих корпораций, то есть в эту сторону будет еще больше развития или грядет какой-то другой этап? Вы знаете, я очень осторожно отношусь к прогнозам, потому что человек предполагает, Бог располагает. Это обычное правило, достаточно вспомнить, что стало с нашей стороной, потому что в 90-м году вряд ли бы кто-нибудь подумал о том, что произойдет в 91-м. Также, как, кстати, вспоминаемый в этом году столетний давности революции 17-го года. Тоже трудно представить. Трудно говорить о том, что дадут, и как пойдет дальше вообще тренд всей глобальной экономики. Я не берусь, но могу сказать, что очень одна интересная вещь, симптоматичная, тоже я об этом на лекции сказал, что с приходом Трампа все, ну у нас в основном, не знаю, там с большим энтузиазмом восприняли его как человека протекциониста и человек, который хочет как-то вернуть вспять всю эту систему, опору на национальных производителей, на своих американских рабочих. Но парадоксально, что главным оппонентом, и у нас это как-то прошло мимо средств массовой информации, ну да, скажем, тихо прошло, выступил не больше не меньше, как Си Цзиньпин, премьер-министр Китая, который, выступая в Давосе, открытым текстом сказал, что наше будущее – это глобальная экономика с открытыми границами, там с транснациональной деятельностью, а это понятно, что сейчас ТНК, свои как раз ТНК создают просто астрономическими темпами и совершенно гигантские ТНК, и это парадокс, эта страна, которая тысячелетиями жила как в странах, закрытая сама в себе система, теперь, по сути, может вполне сменить лидерство в глобальной экономической системе, придя на смену Соединенным Штатам с точки зрения идеологии глобализма, вот, в частности, я об этом говорил. Ну вот, раньше нас так учили, что экономические отношения или условия во много определяют все, в том числе и политику, и искусство, и на свете, да? Ну, слава Богу, не все, наверное, в этом мире экономически детерминировано. Ну, когда о чем-то такое говоришь, потом выясняется, что за этим есть некоторый экономический механизм, который тоже поддерживает, да? Это сохраняется, это уходит. Я думаю, что, ну... Я слышал лекцию дерьезную. Возьмите, что мы прямо перед камерой такой ведем разговор, но это очень важный разговор, мне кажется. Я слышал лекцию про то, и она была с доводами, и там, на Западе, про то, как сегодня, ну, отношения между людьми становятся более важным, структурным какой-то такой вот элементом, чем вот что-то другое. То есть, например, если раньше были дешевый рабочий труд, да, а дорогие машины, потом стал труд дорогим, машины вроде там подешевле, а сегодня новый такой труд становится снова дешевым, потому что одному специалисту мы владеем много, но в целом нам не нужно столько много специалистов, как раньше. Это меняет все отношения вокруг. Ну, вообще, одна из проблем мира, в который мы вступаем, это уже другая немножко тема, но она связана, но это тема постиндустриализации. Имеется в виду, что в рамках постиндустриальной модели мы переходим плавно к постиндустриальному миру, и в частности глобальной экономике. Одна из тяжелейших проблем – это как раз избыточная рабочая сила. Ну, это естественно, это результат научно-технического прогресса, но постиндустриализм это очень усиливает, это действительно факт, и поэтому вопрос, по сути, лишних людей в экономике, он в 21 веке уже становится одним застричь. Я так и закольцевал, потому что, видите, он, это вот вопрос, а транснациональные компании, корпорации, они как раз… Работают на создание рабочих мест, причем в глобальном масштабе. В глобальном масштабе, да. В этом смысле, может быть, Китай, у которого такая проблема, может быть, наиболее острова, видит свою перспективу в том, что мы будем для вас вообще все делать. Конечно, потому что Китай принципиально, если бы китайцы не поверили в ТНК, вряд ли бы состоялось всем известное теперь китайское экономическое чудо, потому что во многом не только ТНК, не надо все, естественно, их благодарить, но без той колоссальной роли, которую они сыграли в период создания свободных этих специальных экономических зон, где люди месяцами, иногда годами стоялись, чтобы устроиться на работу, в любую иностранную компанию, которая платила даже не в разы, а в 10 раз больше, чем национальные свои нищие, пардон, производители китайские, оставшиеся у наследства от мауиевского периода, но не было бы сегодняшнего Китая. И они, китайцы же очень мудрые, они не зашорены этими политэкономическими догмами, и когда Дэн Сяопил бросил свой знаменитый и гениальный лозунг, что не надо голову ломать, какая кошка, черная или белая, главное, чтобы она ловила мышей. И это же один из главных лозунгов вообще того, что было создано Дэн Сяопилом, как архитектор и чудо. И когда под этот лозунг в Китае запустили всех этих кошек, которые, не важно откуда, не важно, там черные, они белые, капиталистические, империалистические, но они дали возможность китайцам делать дело, мы получили то, что мы сейчас имеем, вторую сверхдержаву. Но китайцы поняли, что теперь они это уже не будут пожинать до второго пришествия плоды, они могут то же самое сами делать. И они сейчас это делают практически, я уж, ну там в Африке грандиозная деятельность, там в Латинской Америке, где угодно, то есть они научились. Китайцы умеют учиться, в отличие от нас. В.ПУТИН. Спасибо большое. Вы сейчас в мини-варианте услышали сегодняшнюю встречу с педагогами здесь на марафоне, и важно, что мы даем детям на уроке, в школе, это ощущение мировой глобальной экономики или устройства жизни. И когда я буду думать о том, какую мне маленькую свою компанию открыть, чтобы реализовать свои какие-то, да, я понимаю соотношение того и другого. И тут важно, что не отменяют корпорации маленький, малый частный бизнес. И даже наоборот, есть исследования, которые показывают, как много эти корпорации умеют пользоваться. В.ПУТИН. Потому что они дополняют, обогащают конкурентную среду. В.ПУТИН. Да, и вся эта вариативность, которая существует, она тоже востребована, да, она за другие деньги дается, и поэтому всем есть своя ниша. И грамотное управление страной, грамотное видение в будущем во многом зависит, сегодня в день, учителя географии, скажу, от того, насколько мы точно понимаем, или понимаем, или можем расшифровывать сегодняшнюю географическую составляющую, которая есть в нашем мире. В.ПУТИН. Совершенно согласен. В.ПУТИН. Спасибо вам большое. В.ПУТИН. Мы будем двигаться дальше. В.ПУТИН. До встречи на других марафонах. В.ПУТИН. Спасибо за наших педагогов, которые такие серьезные темы могут здесь рассмотреть и быть более, на более высоком уровне, даже мотивационным, работать в классе. В.ПУТИН. Спасибо. В.ПУТИН. Спасибо. В.ПУТИН. Спасибо. В.ПУТИН. Спасибо. В.ПУТИН. Спасибо. В.ПУТИН. Спасибо. Продолжение следует...